Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Амброзии – не место на курорте. Знакомьтесь, Плута – новый житель Пионерского проспекта. Зима не за горами. Первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова провела расширенное совещание, центральной темой которого стала подготовка к отопительному сезону. Оно объединило представителей предприятий жизнеобеспечения, управляющих компанией, объектов образования, медицины и культуры. Насколько готовы к осенне-зимнему периоду крупнейшие ресурсоснабжающие предприятия, доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Соколов. Так только теплоэнерго направило на ремонт и обновление оборудования котельных свыше 10 миллионов рублей. Есть отдельные недочеты, выявленные Ростехнадзором. Однако все они будут устранены в установленные сроки. Острым проблемным вопросом остаются неплатежи. Для того, чтобы проводить мероприятия по подготовке к зиме, нужны средства, нужны ремонты и сетей, и каких-то там водозаборов, и оборудование на них. На все нужны деньги. То, что вовремя не оплачиваются счета, которые представляются управляющим компаниям, предприятиям, это все бьет потом по подготовке в том числе. По массе вопросов, в том числе и по подготовке к УЗП. Давайте усилим контроль и работу за исполнительская и платежная дисциплина. Около 100 миллионов должны тепловым сетям. Нашему муниципальному предприятию понимаете, что это вообще такое? О какой вообще модернизации, о каком развитии сможет идти речь, когда такая непритомская выложка. Поэтому услышки предприятия, особенно управляющих компаний, огромные долги у потребителей и населения, в том числе управляющих компаний. Также первозаместителя главы интересовала, есть ли проблема с обеспечением жителей твердым топливом у глав сельских округов и нет ли завышения цен. Прозвучало поручение в случае возникновения проблемных вопросов решить их до 1 сентября. Во время обсуждения готовности к холодному времени года учреждений соцблок выяснилось, что пока имеются недочеты. Хочу сказать, что, Женика Анатольевна, не все у нас хорошо. Даже те же позиции, как опрессовка и промывка, которые должны были встать в мае где-то месяце у нас, до сих пор по плану они идут. Поэтому здесь у меня, наверное, вопросы к управляющим компаниям и к своим учреждениям социального полка. Замечаний и предписаний Ростехнадзора к учреждениям здравоохранения нет. Все работы проходят по плану. Активно готовятся к зиме и дома культуры, библиотеки, школы искусств. Пожелания от Анжелики Базуновой и к руководителям управляющих компаний по подготовке к осенне-зимнему периоду многоквартирного жилого фонда. Люди хотят жить в тепле и комфорте, в нормальных бытовых условиях. И это необходимо обеспечить. Почти полторы тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли специалисты управления торговли совместно с полицейскими во время очередного рейда. Помимо прямого нарушения закона, работа так называемых наливаек – это еще и вопрос безопасности жителей и гостей курорта. Чем торгуют сегодня доморощенные бутлегеры в нашем материале? Вино из этой бутылки, приготовленное для реализации в Витязевском винном ларе, очень сильно отдает ароматами туалетной воды плохого качества. Но еще минуту назад, до появления полицейских и работников управления торговли, красивым названием винных коробок тянулись руки многочисленных отдыхающих. Стоило комиссии заинтересоваться фальсификатом, как из тетропака потекла вода. Однако почти 300 литров ядовитого пойла, заботливо разлитого в пластмассовую тару, было изъято полицейскими. И тысяча литров такой же разливухи в соседнем магазине через дорогу от маленького ларя. Ничего напоминающего продукцию, достойную интереса уважающего себя покупателя, не сопровождало эту винную батарею коробок. Никаких документов и разрешений. Рейды специалистов торгового отдела совместно с полицией по выявлению контрафакта ведутся в нашем городе ежедневно. В Анапе начался сезон цветения амброзии. Ее пыльца, как известно, сильнейший аллерген. При администрации города-курорт работает межведомственная группа, которая выявляет места, где растет сорняк, чтобы заставить владельца в территорию уничтожить его, не допустив цветения. Вот уже полностью цветонос вышедший. И вот буквально день-два и посыпется отсюда пыльца. Эта пыльца содержит сильный аллерген. По подсчетам медиков, пятая часть населения в той или иной степени реагирует на цветение амброзии. Ее родина – Северная Америка. В Европу сорняк завезли торговцы еще в 19 веке. Климат юга для него практически идеален. Здесь у амброзии нет природных врагов, при этом биологи отмечают ее живучесть из-за развитой корневой системы, да также плодовитость. Пока самый эффективный и доступный способ борьбы – скашивание травы раз в 10 дней. По закону, такие операции должен проводить собственник или арендатор земли. Участком под парком Ореховой Рощи владеет муниципалитет. По поручению главы города-курорта создана специальная межведомственная комиссия. Ее представители выявляют места, где растет амброзия. Такой подход дает, что в любом случае, хоть ее, как я уже сказал, довольно-таки много амброзии, а уничтожать ее удается. Удается уничтожать и сокращать, хотя бы не доводить до того периода, когда амброзия начинает цвести, когда пыльца в атмосфере уже летает, и летает непосредственно, летая, наносит здоровью людей непосредственно уже вред. В Краевом Ростсельхознадзоре отмечают, что анапчане, равно как и все жители Краснодарского края, понимают необходимость борьбы с опасным для здоровья сорняком. Вместе с тем, в городе-курорте есть участки, собственники которых живут в регионах, где с амброзией пока не знакомы. Этих людей нужно первое найти, а проживают они где-нибудь в Магаданской области или там Москва, Питер. И мы их, конечно, находим, но это занимает определенное время. И, конечно, определенные трудности с тем, чтобы заставить их бороться. В Анапе уже не первый год идет массовое строительство на пустовавших до этого землях, что требует дополнительного внимания со стороны городских служб. Специалисты говорят, что семена амброзии могут лежать в земле десятилетиями и просто ждать, когда поверхность освободится от другой, безвредной для человека сорной травы. Работы будут проводиться до осени. Ключевая задача, чтобы сезон цветения амброзии прошел незаметно для анапчан и гостей города-курорта. Фотография на память. Без этого не уезжает из курортного города ни один отдыхающий. На Пионерском проспекте на днях появился новый арт-объект, у которого уже толпятся малыши и взрослые. Этот веселый диснеевский пес встречает теперь всех гостей в самом начале главной курортной магистрали. Симпатичная малая архитектурная форма стала первой из целой серии мультяшных героев, которые появятся вдоль проспекта стараниями сотрудников предприятия «Ремстрой». В дальнейшем планируется композиция немножко выше туда по проспекту. Это установка «Микки Маус». Как только сейчас это все исполнится, мы также установим. И также будет все созданы условия для фотосессий, жителей и гостей нашего курорта. Операция по уничтожению наркотических растений завершилась успешно. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «МАК» в районе поселка Джигинка сотрудники наркоконтроля обнаружили целое поле дикорастущей конопли. В ходе осмотра было установлено площадь произрастания около 2000 квадратных метров. Значит, на одном квадратном метре произрастало два куста по внешним признакам, схожим с растениями конопля. То есть, соответственно, где-то около 4000 кустов произрастало на данном участке местности. При помощи специализированной техники поле было скошено. Комиссия, в состав которой вошли представители наркоконтроля, МВД и администрации сельского округа, составили акт об уничтожении растений и взяли пробы для анализа. Чуть позже экспертиза документально подтвердила, что уничтоженные кусты содержали наркотическое вещество. Как говорят сами сотрудники полиции, делянки с наркосодержащими растениями обнаруживаются регулярно, но с такими объемами им пришлось столкнуться впервые. Внимание и экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 13 августа в Анапе сохраняется пожароопасность третьего класса. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.